Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артём, и сегодня поговорим про вот такие вот наушники от компании Sony MDR-EX450. Именно так они называются. Это бюджетные наушники, и, наверное, пожалуй, лучшие бюджетные наушники, ну, по крайней мере, из тех, которые я слушал. Покупал я эти наушники меньше, чем за 1800 рублей. Пользуюсь я ими уже практически целый год. 25 августа я их купил, вот без малого тут практически год я ими уже пользуюсь. Так что не есть, что о них рассказать. Какими наушниками я пользовался еще до этого? Сейчас я вам расскажу. Здесь у меня даже сохранилась коробочка. Crescent C450S, вот такие у меня были. Также они до 2000 рублей стоили, 1200 с чем-то. Ну и, разумеется, у меня были наушники Sennheiser CX300 версии 2. Также они укладываются там стоимость до 1800 рублей. Ну и какие же из этих наушников, собственно говоря, звучат лучше? Ну, а прежде чем я начну свой рассказ, оставляйте в комментариях, какими наушниками вы пользуетесь, что за модели, сколько времени вы ими уже пользуетесь, как часто вообще вы наушники меняете, какого типа используете и так далее. В общем, все оставляйте в комментариях, мне будет крайне-крайне интересно прочитать. Ну, а я начинаю. Итак, давайте сначала посмотрим на комплектацию. Поставляются наушники вот в такой вот компактной упаковочке. И что мне здесь очень-очень понравилось, она легко открывается. Не нужно ничего нигде тут разрывать. Все крайне легко вытаскивается. Как я уже и сказал, цена, пожалуйста, 1800 рублей. Возможно, сейчас как-то цена поменялась, но тогда не стоили именно столько. В комплекте, разумеется, кроме самих наушников, есть вот такой вот матерчатый чехольчик, в котором вы можете хранить, собственно говоря, сами наушники. Ну и, конечно же, комплект амбушюр. Здесь три дополнительные пары амбушюр находятся. В отдельном маленьком пакетике. И еще одна установлена на непосредственно уже самих наушниках. Как всегда, мне хватает именно тех амбушюр, которые установлены по умолчанию. Ну и я их использую. Так просто складывается, что те, которые установлены по умолчанию с завода, мне как раз всегда подходят. Кроме того, в комплекте есть еще дополнительная такая скобочка. Кейбл-аджастер, как его называют на коробочке. Можно просто удобно скрутить лишний кабель сюда и, соответственно, организовать себе такой кабель-менеджмент, когда вы слушаете музыку, если кабель слишком длинный, например. Как вы видите, сам корпус наушника выполнен из металла. Это алюминиевый сплав. Единственное, что случилось за эти 12 практически месяцев, это стерлась надпись Sony. На одном наушнике практически полностью, на втором частично. Сам канал, как вы видите, немножко наклонен. И на нем непосредственно находится амбушюра. Сидят наушники лично у меня в ушах прекрасно. Нет никакого дискомфорта. Даже больше 2-3 часов спокойно я в них нахожусь. В том числе я использую их и на компьютере, при прослушивании музыки, просмотре кино, видеомонтаже. Я их также использую. Ну и, разумеется, использую их на мобильных гаджетах, на смартфонах. Все прекрасно. Усиления хватает. Его вполне себе достаточно. Запаса громкости здесь очень-очень много. По басам также все отлично. Басы здесь проработанные, как по мне. Если сравнивать, например, их с Sennheiserами CX300 версии 2, то Sennheiser однозначно здесь будут проигрывать. И очень хорошие басы были. И середина в наушниках от Cresin, вот, которые я показывал, коробочка. Это CES505-450, извиняюсь, C450-S. Вот. Но они у меня со временем потом сломались. Одна из чашек, соответственно, просто перестала передавать звук. И провод там лапшевидный. По факту он потом со временем начал очень сильно скручиваться. И такие провода, как правило, чаще всего деградируют. Но все, конечно, зависит от конкретных там производителей и так далее. Здесь же провод вот такой вот в оплетке. Он мягкий, не скручивается, не имеет эффекта памяти. Соответственно, он не будет у вас потом дубеть, грубеть. Даже на морозе я их использовал все прекрасно. Ну и стоит отдельно отметить защиту от перегиба. Вот, например, на самом наушнике качественно все очень сделано. Все заходит прямо в корпус непосредственно. И верхняя часть расширяется, нижняя сужается. Вот таким способом как раз достигается лучший контроль кабеля непосредственно в самом наушнике. Меньше вероятность, что он как-то перегнется. Сборка, как вы видите, отличная. Нет никаких зазоров. Ну и вторая защита от перегибов, разумеется, находится на джеке. Джек Г-образный. Здесь также есть расширение возле основания. Ну а дальше уже идет вот такая вот стандартная защита. То есть не просто какой-то кембрик, так сказать, надет, а сделано вот так вот качественно. Также никаких проблем не возникало. Все прекрасно работает. Даже когда я случайно наушники вырывал из джека. Например, на компьютере, либо на мобильном устройстве. Бывало такое. Кстати, чуть не забыл. Были у меня еще и проводные наушники от компании ADV Sound. Сейчас она называется Advanced Sound. Моделька M4. Отличные наушники по качеству звучания. Интересные амбушюры. Из минусов это со временем амбушюры выпадывают. Крепление сделано не очень надежно. И как вы видите, еще одна и самая основная проблема. Это, конечно же, провод. Вот он вот такой вот красивый витой. Однако, очень ненадежная защита от перегиба. И кабель со временем дубеет, грубеет. Все это скручивается. И пользоваться всем этим довольно неудобно. По итогу получается именно вот так. Однако наушники эти намного дороже даже, чем те модели, о которых я в этом видео говорил. По-моему, более 3000 рублей они стоили на тот момент. В 2016 году. Опять же, все, что сказано в этом видео, это всего лишь мое субъективное мнение. Поймите это. Которое просто основано на моем личном опыте. У вас опыт может быть другой. Что касается соневских наушников MDR EX450. То пока ситуация такая. Практически за год все с ними неплохо. Если будет какая-то поломка, что-то пойдет не так. Я обязательно об этом сообщу. Если я найду наушники намного интереснее. при стоимости в 2000 рублей до 2000 рублей. То я также сделаю отдельное видео. И, соответственно, запишу свое обновленное мнение. Что же, про звук я уже немножко кое-что говорил. Еще раз отмечу то, что данные соньки звучат намного-намного, например, глубже, шире и приятнее, чем, например, довольно популярные Sennheiser. Именно моделька 300 версии 2. И вот за место Sennheiser как раз я и приобрел вот эти вот наушники. Пишите в комментариях, как я уже и сказал, какими наушниками пользуетесь именно вы. Я же заменил Sennheiser именно на вот эти вот соньки. В принципе, как я уже и сказал, и Crescent C450S звучали неплохо. Но получилось как-то, что они долго не продержались, к сожалению. И еще один немаловажный фактор, о котором я еще до сих пор не сказал. Это как надежно держатся амбушюры непосредственно на основании наушника. Это также очень важно. Бывает, вы наушник как-то дернули, у вас может даже амбушюра остаться в ухе. Это довольно неприятно. Либо можно ее вовсе потерять. Например, где-нибудь в общественном транспорте, там вы вообще потом ничего не найдете. Здесь вот таких проблем нет. На соньках ни разу у меня амбушюры не слетали. В отличие, например, от Sennheiser, там крайне неудачное крепление амбушюр. Они довольно легко слетают. То же самое было, например, и на тех же крейсинах. Поэтому на этот момент также нужно обращать внимание. И это довольно весомый фактор в выборе тех или иных наушников. Но вы, к сожалению, это не узнаете, пока не попользуетесь той или иной моделью. Ну вот, надеюсь, что мой такой видеоотзыв, видеообзор вам в этом также поможет. Что же, я думаю, что на этом стоит заканчивать. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Делитесь этим роликом и моими другими роликами с друзьями в социальных сетях. Ну и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok